МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Путь к казахстанской мечте. Президент написал, как ее достичь и что в первую очередь стоит реформировать. В Новый год с новыми законами 1 января вступил в силу новый трудовой кодекс. Начала работу и новая муниципальная полиция. Праздник добрых дел, милосердия и единства. Православные христиане отметили Рождество Христово. Настоящий фурор. Работу дома журналистов Алматинской области изучают представители отечественных СМИ. Международные гастроли. Областная филармония имени Сюенбая блистала на московской сцене. С 1 января Нового года в Казахстане вступили в силу 59 новых законов. Начался практический этап выполнения плана нации. 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ. К чему они приведут и как отразятся на жизни народа? Обо всем этом президент Казахстана Нурсултан Назарбаев написал в своей статье «План нации. Путь к казахстанской мечте». В минувшую среду она была опубликована на сайте Аккорды. Вступившие в силу законы создают принципиально новую правовую среду для развития государства, экономики и общества. Нам важно оценить этот беспрецедентный в нашей истории масштаб изменений национального законодательства. Тем более, что они открывают путь к достижению нашей казахстанской мечты – стать одной из 30 наций лидеров 21 века, пишет президент. По мнению Ельбасы, реформы особенно важны на данном этапе, когда казахстанская экономика испытывает сильное влияние глобальных экономических трудностей. В этом ключе реформы рассматриваются как главная составляющая масштабных антикризисных мер государства, нацеленных на восстановление уверенных темпов экономического роста и обеспечение прочных социальных гарантий всему населению. Одни из первых ознакомилась со статьей президента общественности Алматинской области. Особенно актуальными активисты назвали реформу о повышении эффективности государственного аппарата, реформу, касающуюся обеспечения права, порядка и законности, а также одно из главных реформаторских направлений – комплекс преобразования по обеспечению индустриализации экономического роста. Впрочем, общественники региона отметили важность всех пяти грядущих реформ, подчеркивая, что расставленные акценты главой государства в статье в очередной раз направлены на сплоченность общества в деле укрепления казахстанской экономики, росте национального богатства и народного благополучия. Одной из этих реформ президент назвал то, что более жестче будут приниматься меры к кандидатам президентов на государственную службу. Но это и правильно, потому что государственные служащие – это всесторонне развитые служащие, которые должны знать все, как скажем так, наши проблемы народа и путь, который выбрал наш Казахстан. Он берет, скажем так, из всех сто, что его, может быть, еще сконцентрировал, куда именно больше надо уделить внимания. То есть он показал путь, по которому надо идти и что именно, на что акцентировать внимание. Мы полностью, наш коллектив ППС юридического факультета, эту статью прочитали и согласны, это даже уже успели обсудить с утра. Считаем, что своевременные и вот эти шаги, пути направления, они всегда должны быть обозначены. 25-летие независимости нашей республики мы начинаем с новых задач. Все поставленные задачи жительства выполнить с достоинством. Почему я так говорю? Потому что сегодня, подводя итоги уже за 25-летие независимости, можно с уверенностью сказать, что есть твердые цифры, которые можно с достоинством назвать. Это, например, по линии образования, обеспеченность детскими учреждениями, если в 2001 году было где-то 5,7%, сегодня уже более 77%. Или же по развитию села, по обеспечению чистой водой. Все программы, государственные программы, поставленные перед народом, наша Алматинская область выполнила. Все направления его статей, они очень интересны, они очень полезны для всего Казахстана. Я думаю, что исполнение всех этих установок президента даст нам резкий скачок в развитии нашего Казахстана. Великая мечта всех наших предков, она осуществилась. Теперь наша задача ее укрепить, развить и дальше двигать вперед. И в этом отношении президент высказал очень много интересных вещей. И вот он дал ясное направление развития нашего общества на ближайшее время. Это стратегия наша, она же направлена куда? Войти в тридцатку самых развитых стран мира. Но это же не конечная цель. А цель это стать высокоразвитой страной, на которой бы равнялись другие страны. А Казахстан сможет это сделать при одном условии. Если народ будет сплоченный, если народ будет как единая команда двигаться вперед. В то же время в области продолжается работа по разъяснению норм послания президента народу Казахстана. Его обсуждают повсеместно, ведь это не просто новый программный документ. Это план действий для всех казахстанцев в новой глобальной реальности. Президент страны в послании предложил новые пути, направленные на рост реформы и развития. Реализация задач, озвученных в этом стратегическом документе, позволит стране не только безболезненно выйти из финансового кризиса, но и еще более укрепить свой статус на мировой арене, считают жители Сарканского района. Приоритеты послания на днях еще раз обсудили представители старшего поколения Аксакалы, делились мнениями и предлагали свои пути по достижению планки, поставленной президентом. Ветераны с воодушевлением восприняли послание. Несмотря на почетный возраст, Аксакалы говорят, что готовы всегда поддерживать политику главы государства и вносить вклад в дальнейшее развитие страны. В этом послании большое внимание уделяется, как всегда, социальным проблемам. Хотя в стране кризис и есть какие-то социальные проблемы, но тем не менее наш президент большое внимание уделяет простому человеку. В этом направлении повышается заработная плата, повышаются социальные пособия, повышаются пенсии, повышаются стипендии. Это все говорит о том, что наш президент ведет мудрую политику с заботой о человеке. Информационные группы по разъяснению норм послания и пяти институциональных реформ встречаются и с рабочими коллективами, с некоторыми из них прямо на рабочем месте. Одна из таких встреч состоялась прямо на строительной площадке в посолке Балпык-Би, где сейчас возводится 50-квартирный жилой коммунальный дом. Глава государства всегда подчеркивает важность и нужность людей рабочих профессий, какими являются востребованные в сфере строительства каменщики, крановщики, сварщики, штукатуры и многие другие. Послание президента 30 ноября прошлого года, многие из нас его наблюдали, смотрели. Очень радует то, что Насултан Абишевсь поддерживает именно строительные программы, проводит реформы, которые благополучно в целом сказываются на нашей работе, на нашей жизни. Я рад, что в нашей стране происходят такие положительные перемены именно в области строительства и в других областях. По-особенному Новый год начался и для нас. Дом журналистов Алматинской области произвел настоящий фурор для представителей отечественных СМИ. Изначально еще с создания проекта мало кто верил, что в областном центре появится медиа-центр не хуже столичного. Но сегодня в успешности дела журналисты смогли убедиться воочию. На этой неделе область посетили руководители 14 региональных филиалов телерадиокомпании «Казахстан» во главе с председателем правления Нуржан Мухамеджановой. Гости, скажем прямо, были буквально поражены и самим зданием Дома журналистов, и его материально-технической оснащенностью, но и самим объемом производимой печатной и телепродукции. Настоящий республиканский медиафорум состоялся на базе нашего Дома журналистов. Но для начала, предваряя основные события, с гостями встретился Аким области Амандык Баталов. В Алматинской области впервые полным составом собрались представители всех 14 региональных филиалов телеканала «Казахстан». Это, подчеркнул глава региона, особо почетно и особо значимо. Отдельную благодарность Амандык Баталов выразил председатель управления Нуржан Мухамеджановой за освещение событий, происходящих в регионе в эфире телеканала «Казахстан». Рассказал Аким области о достижениях социально-экономического развития. На 2016 год куда большие планы. Перспективными проектами с главой края поделилась и Нуржан Мухамеджанова. Так, 170-летие у Жамбыла Жабаева. Телеканал «Казахстан» презентует автобиографический четырехсерийный фильм о жизни и творчестве Акима в Жамбулском районе. Организационную поддержку в этом окажет телеканал ЖТСУ. Встреча организована в первые дни Нового года. Я думаю, это хорошее начало для каждого из нас. Мне хотелось пожелать творческих побед. Мы все одна команда и все работаем в рамках поставленных целей главой государства. Потому хотелось вас поблагодарить за то, что вы не жалея сил и здоровья освещаете работу местных властей. А мы готовы всегда поддержать вас и создавать все условия для творческого поиска. Пожалуй, самое главное условие уже создано. В этом высокие гости убедились лично. Сразу после приема Акима области команда телерадиоканала «Казахстан» побывала в новом здании Дома журналистов. На его строительство было затрачено около полутора миллиарда тенге. В здании площадью 8 тысяч квадратных метров расположились все масс-медиа области. В том числе и собственные корреспонденты телеканалов «Казахстан», «Хабар» и «24КИЗ». Телеканал «Житсу» – один из высоких показателей развития области. Мы приятно впечатлены достижениями наших коллег. И думаю, это большое счастье работать в таком здании. Созданы все условия для творческого роста. Хотелось пожелать коллективу креативных идей в освещении социально-экономического развития области. Больше всего впечатлений на телевизионщиков произвело материально-техническое оснащение телеканала. На это было выделено 778 миллионов тенге. Создан аппаратно-студийный блок с тремя студиями – виртуальный, дубляжный и новостной. Самая большая занимает площадь 800 квадратных метров. Уже в ближайшие дни на «Житсу» запустят пять ток-шоу и еще несколько новых телепередач. Видно, что вкладывали, видно, что уважают телевидение. Это все зависит от Акима области. Есть и у Акима такое отношение, отношение к телевидению, отношение к прессе. Я просто... Это... Даже Казмедиа-Урталага, восстание Казмедиа-центра, можно сравнить его с Казмедиа-центром. Есть к чему поучиться у вас. А я все время думал, что «Житсу» – это такой канал, где-то Алматы, потом через Алматы-Талдогурган, опять назад надо, да, вот. Это где-то на ошибке, это такой телеканал, кажется, ошиблись. Сегодня у «Житсу» есть все возможности даже для открытия дополнительного телеканала, пояснили специалисты техники. Позволяет и оснащение, и штат. К слову, сегодня численность творческого состава превышает 160 человек, и каждый – профессионал своего дела. Более того, журналисты имеют возможность самостоятельно монтировать сюжеты в программе «Синеджи». Это позволило выйти каналу на уровень республиканского. Вообще, в первую очередь, отношение государственной власти к средствам массовой информации – это, наверное, первоочередная, главная составляющая развития любого СМИ. В любом строе, в любом обществе, при любой ситуации. Можно сказать, что в Алматинской области местная государственная власть относится к необходимости и значимости областного телевидения подобающим образом. Это, скорее всего, позволит не только развиться, как вы сейчас развиты, но и развиться еще и дальше. В республике Казахстан, может быть, за исключением наших крупных городов Астаны, в регионах практически нет такой мощной телевизионной станции, как «ЖИЦУ». Здесь чувствуется такая мощная поддержка со стороны главы региона, потому что просто силами журналистского коллектива такие большие проекты невозможно внедрить. Ну и, наверное, с другой стороны, это и доверие коллективу к профессионализму ваших руководителей, ваших корреспондентов. Мы смотрим ваши новости, мы смотрим ваши передачи и, уезжая к себе в регионы, нам есть что с собой взять и там на месте внедрять тот передовой опыт, который у вас имеется. Завершилась встреча с семинаром, на котором были обсуждены вопросы систематического обмена опытом в плане технического оснащения и профессионального роста творческого состава, как того требует сегодняшний день. Лаура Байбощенова, Жаслан Шенькенжи, Абзал Нусипов, телеканал ШТСУ. Вы смотрите итоговую программу, мы продолжаем. Православные христиане на этой неделе отметили один из самых важных религиозных праздников – Рождество Христово. Его празднуют более чем в ста странах мира. Кроме Русской Православной Церкви, именно с 7 января Рождество Христово празднуют Иерусалимская, Сербская и Грузинская Православные Церкви, Афонские монастыри, а также католики Восточного Обряда и некоторые протестанты, живущие по юлианскому календарю. А это более миллиарда человек. Уже 11 лет Рождество наряду с великим мусульманским праздником Курбанайт в Казахстане считаются выходными днями. Это, по мнению главы государства, не только большой объединяющий фактор, но и создание условий для людей приблизиться к Богу, стать добрее и чище. Светлый праздник Рождества широко отметили и православные толдкурганы. С ними уже по доброй и давней традиции праздник разделил Акимобласти Аманда Гбатала. Праздник веры, надежды и любви. День, когда сердца верующих наполняются особой радостью, счастьем и чистыми помыслами. Рождество – один из самых значимых и больших праздников православных христиан. Он символизирует начало новой жизни, день, несущий свет и покой. Момент, когда нужно задуматься о своем месте в жизни и дать себе обещание стать лучше, чище и добрее. С этих слов свое праздничное обращение к прихожанам начал протеерей Григорий Смурыгин. В зале, где без преувеличения сказать «яблоку негде было упасть», царила особая аура. Каждый вслушивался в слова священника, понимая, что вера в Бога спасет мир и каждого из нас. Именно о мире во всем мире и говорилось сегодня больше всего. Господь Божия мы снова с вами торжествуем на Рождество Христово. Время сейчас непростое, а когда оно было у нас простым? Люди боятся кризисов, боятся войн, боятся терроризма. Люди много чего боятся. И тем важнее для нас вот такие дни, как Рождество, чтобы мы чувствовали, что мы вместе, нас что-то сплочает, нас что-то объединяет, нас это объединение делает сильными, уверенными, с новыми надеждами, с новыми мечтами в будущее. Рождество Христово по-настоящему светлый и торжественный праздник. Год был непростым, год был для многих тяжелым. В наступившем году хочется пожелать, чтобы мы с вами, вот так вот, объединяясь в такие дни и не только, помогали друг другу быть сильными. Пусть наступивший год для всех нас будет светлым, радостным. Много будет у нас успехов и побед. И, наконец-то, мы увидим, что мир преображается. Много добрых слов прихожанам подарила и Аким области. Это наш общий праздник, отметил Амандык Баталов. Нет ничего выше истинной веры, подчеркнул Аким, и нет ничего важнее единства народа. Уже 11 лет в Казахстане 7 января по указу президента наравне с днем празднования великого Курбанайта считаются выходными днями. Доброе и уважительное отношение государства к духовным устремлениям своих граждан – одна из важнейших основ межрелигиозного согласия, которая так ярко отражена сегодня в единстве многонационального казахстанского народа. Я с удовольствием пришел к вам второй раз, чтобы поздравить вас, пожелать вам, всей души, самой доброй, самой святой. Мы знаем, что у нас в Казахстане, благодаря празднику нашего главы государства, лидерам нашей, все концессии, все религии, там все живут в мире и согласны. И этот праздник наш общий праздник, потому что наша родина Казахстан и земля наша казахстанская для всех нас объединены. Особый подарок всем присутствующим преподнесли воспитанники приходской школы. Никого не оставила равнодушными театрализованная постановка о народных преданиях и самом празднике. Детей в этот день в церкви было просто не счесть, и каждый не остался без подарков. Аким области сладкие сюрпризы раздавал всем лично и буквально наслаждался детским общением и особым в этот день чувством радости, спокойствия и благополучия. Подарил он и прихожанам долгожданную новость – храм несмотря ни на что всем миром, но обязательно в скором времени будет полностью настроен. Люди же спешили сегодня в церковь не только помолиться и принять участие в службе, но и поделиться друг с другом теплотой сердец и души. Это сегодня такой торжественный праздник, это радость для нас. Родился Спаситель наш Христос. Всех поздравляю, желаю всем здоровья, счастья, радости, мира, любви. Духовный такой подъем, мир, покой в душе и благодать. Ну, чувство переполняет очень. Это радость, свет, мир, счастье. Самое главное, что сегодня он приехал, поздравил Аким, поздравил всех деток. Пусть в нашем Казахстане будет мир, благополучие, счастье, любовь. Рождество сегодня в мире отмечают более миллиарда человек. Праздник стал символом радости и доброты, единства и веры, благих дел и больших надежд. Светлый праздник Рождества. Пусть всему миру будет мир, покой, любовь, благоденствие, вера, надежда и терпение, чтобы было. И чтобы мы в своем семеречье и вообще во всем Казахстане процветали, чтобы были дружны, миролюбивы, отзывчивы, внимательны, теплы друг к другу. Так пусть светлый праздник Рождества Крестова пошлет всем надежды, исполнение всех заветных мечт своих, да, любовь и главное здоровье. Здоровье и еще раз здоровье. Храните вас Бог. Еще хочется сказать спасибо нашему Акиму. Нам так радостно и приятно, потому что мы в этот храм ходим, мы живем в этом храме, у нас здесь замечательная община и мы радуемся, когда нам что-то помогает. Особенно он нам сказал, что помогут достроить этот храм. Это были очень такие приятные, замечательные слова. Дай Бог ему здоровья за такое тепло к нам, православным людям. С этого дня и вплоть до крещения 19 января у православных особенно радостные дни и святки. Время, когда принято заниматься благотворительностью, ходить в гости и непременно дарить подарки. Пусть вот даже такие, от которых душа наполняется добром, а сердце счастьем. Жаль не дров. В Новый год с новыми правилами. На страже безопасности отныне местная полиция. Вопросы охраны общественного порядка полицейские теперь будут решать совместно с местной властью. С 1 января Нового года в Казахстане приступила к службе так называемая муниципальная полицейская служба. Сейчас повсеместно жители районов и городов знакомятся с руководителями нового подразделения МВД Республики. Подотчетного местному населению. На должность начальников нового ведомства назначены настоящие профессионалы своего дела. Кто отныне будет возглавлять новую службу и в каком районе, расскажет наш корреспондент. Приграничный Уйгурский район, один из самых отдаленных регионов области, сейчас здесь проживают представители свыше 30 этносов. Отныне за общественным порядком будут следить в еще более усиленном режиме. Качественно нести службу обещают и местные полицейские. Новый орган возглавил Амангельда Кудайбердеев. Его кандидатуру депутаты поддержали единогласно. Человек с большим опытом. В правоохранительной сфере Амангельда Кудайбердеев уже 26 лет начинал службу с младшего инспектора. До новой должности работал заместителем начальника РОВД Уйгурского района. Плодотворно трудиться во благо народа готов и дальше. В этом не сомневаются и народные избранники. Самая первая задача местной полицейской службы это быть ближе к народу. Я думаю, лишь работая вместе и сообща с населением можно бороться с преступностью и обеспечить общественный порядок. Большое доверие на нового руководителя местной полицейской службы возлагают и депутаты Панфиловского района. Отныне эту должность занял Нуршан Исеркеев у 37-летнего майора полиции. Богатый послушной список. Ранее в районе занимал должность начальника целого отделения административной полиции. К своим новым обязанностям приступил и начальник муниципальной полиции Кирбулакского района. Им стал Уалихан Машанло. Первый заместитель Аким Алматинской области Махабад Бегильдиев в ходе выступления призвал стражи порядка. Быть ближе к населению и добросовестно выполнять свою работу. Новая местная полицейская служба создается в рамках реализации 30-го шага национального плана. Зона ответственности расширилась как у нас, представителей власти, так и у стражи порядка. Реформа полиции позволит не просто сократить уровень преступности в районах и городах, но и обеспечить прозрачность работы правоохранительных органов. На должность начальников новой службы мы назначаем профессиональных кадров с большим опытом работы. Желаю успехов в нелегкой служебной деятельности. В Вимбекш-Казахском районе начальником муниципальной полиции был назначен Арман Жунисов. Руководителя нового учреждения выбрали на очередной сессии Маслихата Жамбулского района. Начальником нового правоохранительного органа здесь стал Арман Худбеков. Местную полицию Карасайского района возглавил майор полиции Адель Мирамбек. Карасайский район – это очень большой район по своему объему. Здесь очень большая миграция. Большинство приезжает сюда на заработки, большинство идут тут воровать и пресекают закон. В принципе, работа остается то же самое. Будем уже ближе к народу, будем работать уже и с Акиматом тесно. В целом в Алматинской области в ряды муниципальной полиции вступили более 400 стражей порядка. Министерства внутренних дел говорят, создание данной службы – веяние времени. Она позволит поднять уровень доверия населения к правоохранительным органам. Следить будут и за каждым шагом самих стражей порядка. Принципиально новый правоохранительный орган отныне будет подчиняться не только МВД, но и Акимам регионов. Два раза в год руководство местной полиции будет отчитываться перед Акиматами и депутатами. Отчет полицейская служба будет держать и перед населением. Лужан Адельханова, Жайя Курмамбаев, Телеканал ЖТСУ, специально для программы АВТА. С Нового года и все остальное активное население страны будет работать по новым правилам. С 1 января вступил в силу обновленный и доработанный трудовой кодекс. Как он отражает права работников и работодателей? Что изменилось и какие гарантии дает новый кодекс? Поинтересовались наши корреспонденты. В Алмадинской области около 500 крупных, средних и малых предприятий. Коллективы всех этих учреждений сейчас обсуждают нормы нового трудового кодекса. Количество статей сокращено почти наполовину. И теперь закон состоит из пяти разделов. В каждом четко расписаны взаимоотношения работника и работодателя. Было раньше 40 глав. В новом кодексе 23 глав остается. Статьи было в старом кодексе 341, то в новом кодексе сейчас остается 203. Если в общем считать, то 138 статей сокращаются. Сокращение не говорит о том, что какие-то ненужные были глав или статьи надо было сократить. А это все было задумано, чтобы все это было конкретизировать. И более, значит, было бы свободно объяснимо в новом кодексе. Около тысячи талдыкурганцев трудятся на государственном коммунальном предприятии «Теплосервис». Каждый из них обеспокоен тем, как бы изменения в кодексе негативно не повлияли на их дальнейшую работу. К примеру, достигшие пенсионного возраста по новому закону должны уйти. Поэтому приходят в отдел кадров и получают необходимые разъяснения. Но пока конкретных решений по изменениям не будет принято, говорят им. У нас на предприятии работает пенсионер. Первый вопрос у них сразу встает, уволите ли вы меня с 1 января или с 1 февраля. Мы однозначно на данный момент пока говорим нет. Работник столько лет проработал, опытный специалист хороший. Мы его сразу с 1 января не увольняем. Поэтому дадим возможность человеку доработать. И, естественно, у нас отопительный сезон начинается с 15 октября по 15 апреля. Во-первых, и для производства, допустим, это как бы возможно отразится сам вот этот факт. Ну и опять-таки человеческий фактор. Мы дадим возможность доработать до окончания отопительного сезона. По новому кодексу изменится рабочее время для тех, кто выходит на работу посменно. Меньше станет дополнительных отпускных дней для инвалидов первой и второй групп. Свой отпуск работники по-прежнему смогут брать частями. А вот оплата за работу сверхустановленных норм. И в праздничные дни по новому кодексу должна быть не меньше, чем в полуторном размере от основной ставки. Кульназ Мустафа, Мадиб Айбусынов, телеканал ЖТСУ. Ну а тем, кто уже отработал и сегодня на заслуженном трудовом отдыхе, остается ждать одного роста кровно заработанных. Ну и уже по сложившейся традиции, как и в предыдущие 6 лет, с 1 января в Казахстане увеличен размер социальных выплат. В первую очередь на 9% выросли пенсии. Сегодня базовая пенсионная выплата установлена в размере 11 965 тенге. Минимальная выплата на уровне 25 824 тенге. Повышение касается всех получателей по возрасту и выслуги лет. Об этом глава государства сказал в своем недавнем послании народу Казахстана и уточнил, уровень надбавки будет зависеть от уровня инфляции. Согласно официальным данным, инфляция по итогам года составила 7%. Индексация пенсии начисляется с опережением этого показателя на 2%. Впрочем, размеры солидарных пенсий ежегодно индексируются уже последние 6 лет, как мы сказали, и продлится такая практика согласно концепции модернизации пенсионной системы страны как минимум до 2030 года. Вырос с 1 января и месячный расчетный показатель, а вместе с ним и все другие социальные выплаты. Особое повышение коснулось и социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца. Изменения в размере претерпели и те пособия, которые исчисляются, исходя из размера прожиточного минимума. Если говорить о специально государственных пособиях, то они выросли на 7%, потому что они привязаны к минимальному расчетному показателю. А те пособия, которые привязаны к прожиточному минимуму, к величине прожиточного минимума, они выросли в среднем на 34%. Например, пособия по инвалидности первой группы до 1 января 2016 года составляли 30 337, а с 1 января они составят 40 690. Минимальная пенсия, она тоже привязана к прожиточному минимуму. Прожиточный минимум, если в прошлом году составлял 21 364 тенге, то 52% от этой суммы составлял размер базовой пенсии – 11 182 тенге. В этом году в связи с изменением прожиточного минимума размер базовой пенсии также вырос на 7%. Минимальная пенсия в этом году составит 25 824 тенге. Повысились на 25% с 1 января 2016 года и стипендии студентов. Такое поручение правительству дал президент Казахстана Нарусултан Азарбаев в своем недавнем послании народу Казахстана. Это станет, отметил глава государства, эффективной системой поддержки студентов для высокой успеваемости. О том, что отлично учиться – это выгодно, по себе знает студентка ЖТСУского государственного университета имени Ильяса Женсугурова Айдана Шенебаева. Она поделилась с нашими корреспондентами, на что намерена потратить свою первую повышенную стипендию. Айдана сегодня учится в магистратуре. За плечами уже 4 курса на педагогическом факультете. Учителем иностранных языков, признается она, мечтала стать еще с детства. С возрастом выросли и мечты. Преподавателем вуза отныне станет дипломированный специалист. Пятерки в зачетке обеспечили и повышенную стипендию – около 50 тысяч тенге, которая отныне вырастет еще на 25%. Я училась в школе, меня родители обеспечивали, в университете, когда студентом была родители обеспечивали. А сейчас уже как бы большая девочка и уже стыдно у них деньги на что-то просить. Когда я услышала, что стипендия повысится на 25%, я была очень-очень удивлена и очень рада этому. Так как я теперь буду даже родителям помогать, я хочу от лица всех студентов, магистрантов поблагодарить нашего президента, потому что это большая помощь для нас и это стимул другим студентам и магистрантам хорошо учиться и чтобы все поступили на грант. У Айдана семья немаленькая, кроме нее еще пятеро человек. Словом, стипендия для девушки не просто хороший бонус к отличной учебе. Это возможность стать самостоятельной, да еще и помогать семье. О такой возможности мечтают многие. И теперь уверены педагоги, стимул в виде весомой стипендии подстегнет остальных подтянуть успеваемость. Это достаточно серьезное подспорье для бюджета студента, потому что основные затраты наших студентов – это проезд, это питание в студентской столовой. Ну и если считать, что у нас порядка 600 студентов, чуть более 600 студентов получают стипендию, то это достаточно хорошие деньги. И мы за это, конечно, благодарны главе государства, нашему президенту. И думаю, что студенты как раз почувствуют вот эту поддержку со стороны государства. Айдана уже подсчитала, не менее 60 тысяч тенге отныне будет получать каждый месяц. И уже знает, на что в первую очередь потратит свою первую повышенную стипендию. Я думаю, свою первую стипендию повышенную я принесу и с родителями сделаем дома большой пир. Это итоги на телеканале ЖТСУ мы продолжаем. 2016 год Алматинская областная филармония имени Сюньбая начала весьма ярко. Первый гала-концерт нынешнего года артисты ЖТСУского края совместно с солистами фонда «Таланты мира» дали в Москве. Уже прославленный и успешный союз двух стран представляет зрителям новую программу под названием «Парад советских хитов». И выступление, стоит отметить, прошло при полном аншлаге. На международном фестивале побывала и наша съемочная группа. К этому фестивалю артисты двух стран – Казахстана и России – готовились не один месяц. Совместный проект Фонда «Таланты мира» и Алматинской областной филармонии имени Сюньбая успешно реализуется уже четвертый год. Только за ушедший 2015 год баритоны и теноры России выступали на сцене Дворца культуры областного центра три раза. Аккомпанировал всемирно известным певцам, маэстро, заслуженные деятели Республики Казахстан, композитор, главный дирижер оркестра казахских народных инструментов Алматинской областной филармонии имени Сюньбая, кавалер ордена Курмет Алья Абспаев. Я безумно счастлив и рад, что Народный оркест казахских инструментов из нашего любимого города у нас в гостях, потому что мы все время у вас в гостях, а сегодня вы у нас в гостях. И не просто так в гостях, а они будут выступать на сцене Международного дома музыки и на сцене Светлановского зала. Я безумно рад нашей дружбе и нашему сотрудничеству. 2015 год стал для Алматинской области весьма успешным и как никогда показательным во всех сферах. Это отметил и президент страны в своем выступлении в очередном послании народу Казахстана на 2016 год, особо подчеркнув и приводя в пример главу края ЖТСО. И как мы видим, Алматинская область прогрессирует и в культурной сфере. В рамках государственных программ ежегодно ремонтируются дома культуры, возрождаются библиотеки и создаются новые творческие коллективы. Стоит отметить, что данный международный гала-концерт не состоялся бы без поддержки Акима Алматинской области Аманды Кабаталова. Мы сотрудничаем с солистами «Таланты мира» не первый год. Я считаю, что такого события не было бы без поддержки главы области Аманды Кабаталова. Благодаря руководству региона нам выделили средства для поездки. Теперь у нас появилась прекрасная возможность продемонстрировать и показать всю красоту нашего казахского народного инструментального оркестра. Долгожданное мероприятие состоялось в Московском международном доме музыки. Это один из крупнейших в России и мире филармонических комплексов, направленный на развитие современного исполнительного искусства. Дом музыки играет видную роль в культурной жизни столицы. Оказывается, в нем проходят гастроли известных мировых исполнителей. И сегодня житцузские артисты впервые выступили на этой сцене. Красивые и сильные голоса, живое исполнение, вечер прошел на одном дыхании. Отметим, что из Алматинской области выступил не только оркестр. Свой прекрасный голос и безупречное пение продемонстрировала московскому зрителю и известная певица-краежитцу Асем Сембина. Программу артисты отыграли с блеском и даже выступили на бис. В то время, как зрители подпевали солистам, без усталости аплодировали, дарили цветы и все это сопровождалось криками «Браво!». Я, конечно, очарована самим зданием, но еще более я очарована тем, что слушаю такой красивый концерт. Все мне нравится здесь. И оркестр, замечательный оркестр. И знаете, и все исполнители. В общем, по мне бегут мурашки. И, в общем-то, смотрю я этот концерт, и у меня слезы на глазах появляются. Спасибо большое. Спасибо, спасибо, еще раз спасибо. Я очень-очень счастлива. Без преувеличения можно сказать, концерт был великолепным. Безукоризненная дикция, яркая экспрессия и высокий уровень эмоциональной подачи всех номеров под аккомпанементы Казахского народного инструментального оркестра запомнится московским зрителям надолго. На гала-концерте прозвучали и знаменитые казахские произведения «Вальс счастья», автором которого является Алил Пспаев, Кель-Ирке Малатаум Нургисит Линдиева и знаменитый Кунг-Лошар. Особо полюбившимся произведениям, как «Я встретил девушку», «Лесной олень» и «Эти глаза напротив» зрители подпевали хором, а то и на глазах многих блестели слезы. «Люди довольны, они аплодировали, скандировали, не отпускали. Оркестры, наверное, в оркестре все были довольны. Маэстро замечательно справился с этой задачей. Всем огромное спасибо. Спасибо за дружбу Казахстану, вашему Акимату, всем тем людям, которые поспособствовали, чтобы этот оркестр прилетел в Москве, чтобы состоялся такой грандиозный концерт, парад советских хитов. И этот вечер останется в сердцах многих людей». Совместный проект артистов двух стран планирует продолжить сотрудничество и дальше. К примеру, уже весной московские теноры приедут с новой программой в Талдукурган. Ну а летом успешно союзно мерендать концерт в Соединенных Штатах Америки. Жбек Туганвекова, Маурин Неспеков, телеканал ЖИЦУ, специально из Москвы. Погода не перестает преподносить сюрпризы. Снег все ждали к Новому году, а выпал он только на этой неделе, и то тут же таял. Проталены и зеленые газоны. Сегодня привычная картина. Такая же переменчивая и, скорее, не зимняя весенняя погода, уверяют синоптики, продлится как минимум до середины января. Лишь в третьей декаде месяца ожидаются похолодания. Впрочем, крещенские морозы тоже обещают быть на удивление мягкими. Днем температура, по прогнозам, не опустится ниже 15 градусов, а ночью лишь местами по области ожидаются около 25 морозов. Осадки в пределах нормы, мокрый снег нас ждет уже в ближайшие дни. Вскоре обильный снегопад синоптики обещают лишь в горной местности. В целом, нынешняя зима, вопреки прогнозам об аномальных холодах, оказалась аномально теплой. Все дело в южном циклоне, поясняют специалисты, который не дает трескучим морозам проникнуть в регион. Специалисты подтверждают, среднемесячная температура этого сезона выше среднегодовой сразу на 8 градусов. Вот эта погода, она будет сохраняться до, примерно, до 15 января. Минус 14, минус 19 градусов мороза будет только уже в конце месяца. А ночные температуры будут опускаться до минус 22, 27 градусов мороза. Только вот с северо-востоке области, в горных районах. В ближайшее время, я бы сказал, смешаны осадки будут. Сейчас мы ожидаем в конце вот этой первой декады, то есть 8, 9, 10. Будет смешаны осадки, в горах чисто снег выпадет, а в остальных регионах, то есть днем будет дождь и мокрый снег, а ночью уже снег. Но любителям снежной зимы расстраиваться не приходится. Покататься на лыжах, санках и слепить настоящего снеговика, несмотря на капризы природы, все же есть где. Настоящий спектр зимних развлечений представляет новый комплекс Текису в предгорьях Текилии. Программа развития моногородов дает свои ощутимые результаты. Вместе с промышленным акцентом на горнятский город сделали и туристическую ставку. И не прогадали. Проект уникальный, открыт в рамках государственно-частного партнерства и уже сегодня имеет все шансы стать настоящим горнолыжным курортом. Горы невероятной красоты, чистый воздух и масса увлечений. Сегодня многие моногород Текилии называют маленькой Швейцарией. И это не случайно. Каждый здесь может найти занятие по душе. Причем в любое время года. Сейчас у подмыши горы Алатау расположено немало зон отдыха. Учитывая туристский потенциал региона, построить современную горнолыжную базу решил и местный бизнесмен Марат Байтараков. Реализовать юношескую мечту удалось благодаря помощи специалистов из Австрии, Швейцарии и России. Большую поддержку оказала и программа развития государственно-частного партнерства. Куроргодичный комплекс зимой и летом мы предлагаем здесь услуги. В основном это экологический туризм. В данный момент у нас реализована первая стадия. То есть мы поставили гостиницу 12 номеров и поставили два бугельных подъемника. К нам приезжают со всех властей Казахстана. О нас уже знают многие. Мы получили широкую поддержку руководства области. Мы активно работаем. Для удобства лыжников построены две трассы для начинающих и профессионалов. Несмотря на незимнюю погоду, в будни здесь бывает до 150 человек, а выходные в три раза больше. Учитывая систематический приток посетителей, в ближайшем будущем здесь будут построены и канатные дорожки. Очень много людей выбирает активный отдых на свежем воздухе. Мы выбрали город Текели. Здесь замечательная природа. Не зря этот город называют второй Швейцарией. Хорошие условия создаются и на этой горнолыжной базе. Побольше бы таких комплексов. Мы приехали из Талдукургана. Для детей хотели устроить такой полезный отдых. В городе снега мало, практически нету. А здесь можно вдоволь. Налюбоваться природой, надышаться свежим воздухом и насладиться зимними забавами. Развивать внутренний туризм за счет частного капитала – один из ста шагов национального плана. В целях реализации этого президентского поручения в Алматинской области сейчас разрабатывается ряд крупных туристических бизнес-проектов. Большие инвестиции будут вложены и на создание современных горнолыжных курортов. Лужина Дельханова, Карлаш Хайпекова, телеканал ЖТСУ, город Текели. Вот именно так сложилась новостная картина этой недели. Встретимся на следующей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok